Как вы считаете, рационально ли применять антибиотики в качестве профилактического средства? Ветеринарным врачам в борьбе с бактериальными болезнями, к сожалению, до сих пор нравится такой метод борьбы, как антибиотикотерапия. И, к сожалению, иногда люди говорят такое слово, как антибиотикопрофилактика, что абсолютно неверно. Я призываю ветврачей не давать антибиотики на всякий случай с профилактической целью. Почти в каждом птицехозяйстве с нулевого дня видишь антибиотикопрофилактика и начинают давать. Где-то 3 дня, где-то 5 дней, в зависимости от того, есть сальмонеллез или нет сальмонеллеза. Я считаю, этого делать нельзя, потому что мы не столько пользы приносим этим действиям, сколько двукратный вред наносим. Во-первых, мы убиваем нормальную микрофлору кишечника и не только кишечника, который должен быть в различных органах и тканях. И даже в яйцеводе нормальная микрофлора, лактобактерии там существует. Поэтому применять антибиотики с профилактической целью и даже не с профилактической не совсем правильно. Там, где есть возможность заменить антибиотикотерапию применением иммуноспецифических средств в виде вакцинации, лучше это сделать, заменить. Там, где есть возможность уменьшить иммунодефицитное состояние и, соответственно, уменьшить проявление колебактериоза разработкой правильной схемы вакцинопрофилактики, не вызывать с этой иммунодепрессией частыми вакцинациями относительно горячими штаммами, так называемыми слабо ослабленными штаммами. Есть такое понятие горячие штаммы. Вот там нужно и применять именно эти методы. Там, где можно применить пробиотики вместо антибиотиков, где можно применить пребиотики, где можно применить заместительную терапию в виде таких препаратов, как олигосахариды, да, есть такие препараты, нужно это делать обязательно. Там, где есть возможность применить бактериофаги, короче, методов альтернативы антибиотикам очень много. И, к сожалению, на сегодняшний день в птицеводстве все больше и больше мы выделяем микроорганизмы, которые резистентны практически ко всем известным нам антибактериальным средствам. Не только антибиотикам, но даже и к сульфаниламидам и к нитрофуранам. Это все последствия неправильного и бездумного применения этих антибактериальных средств. Вот в этом плане нужно максимально уходить от применения этих антибактериальных средств. Во-первых, потому что мы убиваем нормальную микрофлору. Во-вторых, потому что мы не всегда правильно боремся и появляются резистентные формы. И, в-третьих, из-за того, что остаточное количество этих антибактериальных средств остаются в продуктах птицеводства и в мясе, и в яйце. И потом попадает на стол нам с вами и нашим детям, и у нас появляются резистентные формы микробов и в гуманной медицине у человека. И потом мы не знаем, как вылечить ту или иную болячку у человека. Вот в этом плане, я считаю, применение иммуноспецифических средств и именно вакцин при бактериальных инфекциях там, где это возможно, нужно обязательно делать. И максимально уходить от применения, от бездумного применения антибиотиков. И как бы мы не читали лекции, большинство ветврачей скажут, да ладно, это хорошо вот читать, я знаю, вот попробуем мы не дать с первого дня антибиотики, мы же знаем, что появятся эти проблемы. Неправда. Мы знаем хозяйство, мы знаем такой метод, мы знаем, где применяют правильно иммуноспецифические средства и не применяют антибиотиков, и никаких последствий, никакого увеличения случаев колебактериоза нет. Я уже говорил о крупнейшей птицефабрике в мире, не в Европе, как раньше говорили, а в мире, теперь уже Синявинская птицефабрика, которая при правильно разработанной схеме вакцинации, при замене живой вакцины против болезни гамбора на инактивированную, ушла от применения антибиотиков вообще. И врачи забыли, что такое колебактериоз. И уже, если вы им покажете на картинке, спросят, что это такое. Я считаю, что нам с этим придется бороться, нам с этим придется все чаще и чаще сталкиваться. Это вторая серьезная проблема в ветеринарии и в птицеводстве – это применение антибактериальных средств. Это очень серьезно. Какие еще существуют болезни, опасные в плане эпидемиологии? Если говорить об инфекционных болезнях, общих для человека и животных, в птицеводстве к ним еще относятся и орнитоз, это хламидийная инфекция, и птичий гриб, или правильнее сказать гриб-птиц. Если говорить об орнитозе, это болезнь, которая передается от птицы к человеку, чаще всего передается голубями в нашем городе, это, кстати, довольно активно проявляется. Чаще всего эта болезнь передается и от попугаев, и проявляется у человека инфекция так называемым гриппоподобным состоянием в виде острого респираторного заболевания, головных болей и так далее, повышения температуры. Но болезнь на самом деле на сегодня не очень актуальна, и мы ее все меньше и меньше наблюдаем. Довольно актуален остается птичий гриб. Эта инфекция тоже относится к зооантропонозам. Два слова хочется вообще сказать о вирусе гриппа. Во-первых, надо иметь в виду, что грипп любой, что свиной, что человечий, что птичий, это вирус, который находится у птиц. И нормальным резервуаром этой инфекции, этого возбудителя является дикая, чаще всего перелетная водоплавающая птица. Гуси, лебеди, утки и так далее. Притом они более устойчивы к проявлению этой болезни. Самая высоковосприимчивая – это индейка. Там практически, если появляется этот вирус в хозяйстве, то приводит к гибели практически 100%. В птицеводстве после этого на втором месте курица тоже может вызвать гибель до 100%. Но даже если часть птицы выживет, если появляются так называемые слабовирулентные штаммы вируса гриппа, есть высоковирулентные или высокопатогенные, как неправильно некоторые наши коллеги зарубежные называют. Правильнее все-таки сказать высоковирулентные, а не высокопатогенные, потому что патогенность не бывает высокой или низкой. А вирулентность – это и есть степень патогенности. Вот в этом плане тот самый грипп, вариант H5N1, который с 2004-2005 года возник у нас в России, эта инфекция вызвала такую большую панику и опасность в том плане, что вирус перешел от птицы к человеку. На самом деле классический грипп, любой грипп, и мы знаем, что нам медики каждый год говорят, вот в этом году появится такой-то вариант H1N1 или H3N1 и так далее. Неважно, свиной, человечей или какой. Они уже заранее это знают, потому что в принципе в странах Юго-Восточной Азии начинается эта эпидемия или пандемия, которая идет из Юго-Востока через территорию России на северо-запад и на европейский континент. Почему мы это знаем? Потому что в принципе птица перелетная, дикая перелетная утки, гуси переносят этот вирус, останавливаются на отдых в странах Юго-Восточной Азии, чаще всего это Китай, и там передают этот вирус свиньям. Вот только в свинье происходит так называемая реассортация штаммов, где появляются новые варианты вируса гриппа. Что такое реассортация? Это если у свиньи был вариант, например, H1N2, птица передала ему H5N3, то оттуда может выйти H5N1 или H3N2 и так далее. То есть они в организме свиньи обмениваются своей генетической информацией, меняются нейроминидазой и гемоглюцинином. Поскольку вирус гриппа имеет 8 антигенов и, соответственно, 8 антигенных детерминантов, 8 отдельных нуклеотидных последовательностей, в организме свиньи они разбиваются на эти 8 частей, и один вирус может обменяться, извините, шапка от одного, пальто от другого. Вот таким образом выходит новый вирус. Эта реассортация приводит к тому, что у нас каждый год появляются такие новые штаммы. Что нам делать? Почему этот вирус потом попадает к человеку? Потому что от свиньи проще всего, и люди рядом со свиньей держат у себя, возле дома, к себе поблизости. Вследствие того, что самые близкие клеточные рецепторы у человеческой клетки – это свиньи. Пусть мы с вами знаем, да, что ближе всего к человеку, извините, свинья. И поэтому ее ткани ближе всего. Вот вирус гриппа от свиньи легко переходит на человека, и отсюда пошла эпидемия, пандемия и так далее. От птицы напрямую это никогда не происходило. В 2005 году впервые ученые обнаружили, что птичий грипп от птицы может попасть на человека. Была опасность того, что птичий вирус так освоится у человека, что он начнет от человека передаваться другому человеку. Но этого не произошло. Он не приобрел такой способности. Вирус попадал только напрямую от птицы к человеку, и то вследствие очень близкого контакта. Иногда в некоторых странах это доходило до того, что там резали курицу и сразу пили ее кровь, извините, зараженную. В некоторых странах Юго-Восточной Азии это происходило. Вот таким образом заболевал человек. Оппоненты наши говорили о том, что подумаешь, ничего тут страшного, погибло там около ста человек, ничего страшного. Это, как там пример приводили, от того, что упал кокос на голову, и то больше погибло людей в мире. С одной стороны, это так, вроде бы немного погибло. Это благодаря тому, что вирус не приобрел способность передаваться от человека к человеку. И слава богу, то есть не развелась пандемия, иначе была бы довольно серьезная пандемия. Особо угнетало то, что из всех заболевших больше 60% умерло. То есть летальность была очень высока. Заражаемость невысокая, а летальность очень высокая. Вот в этом плане и болезнь проявлялась и у человека, сильнейшим геморрагическим синдромом, кровоизлиянием в различных органах, вплоть до головного мозга, вот отсюда и проявлением вирусной пневмонии, которая не подавалась лечению никакими антибактериальными средствами. Вот отсюда гибель эта происходила. В нашем институте совместно с институтом гриппа была разработана вакцина против птичьего гриппа для профилактики гриппа у птиц. Вакцина, к сожалению, не нашла широкого применения из-за того, что наши органы Россельхознадзора запретили ее применять в птицехозяйствах промышленного типа, так называемых птицехозяйствах закрытого типа. И сказали, что эту вакцину мы будем применять только в птицехозяйствах открытого типа. То есть в частном секторе, у бабушки, у маленького фермера, там, где он держит во дворе эту птицу, вот там вот мы и вакцинировали. Вакцины, при том вакцины из штамма именно H5N1, хотя мы предлагали вакцину из штамма H5N2, для чего брали различную нейроминедазу, не такую, как у патогенного вируса. Хотя наши оппоненты говорили, только полное антигенное родство всегда это лучше, чем неполное, чем частичное. Но при вирусе гриппа нами было установлено, и не только нами, что защищают антитела против гемоглютинина, против нейроминедаза они не защищают. Это так же, как при болезни марика есть антитела, а вирусу все равно. Так же и при гриппе антитела против нейроминедазы не нейтрализуют вирус, а против гемоглютинина нейтрализуют и не дают ему развиваться. В этом плане мы и предлагали вакцину из штамма H5N2, чтобы потом отдифференцировать вакцинированную птицу от зараженной. Потому что многие оппоненты применения вакцины говорили, как мы потом отличим птица зараженная или вакцинированная. Антитела и у тех, и у тех есть. Мы и говорили, считайте, маркер есть. Гемоглютинин известен H5, и он защищает. А нейроминедаза, если выявилось N2, антитела к N2, то это вакцина. Если выявилось N1, то это патогенный вирус. При том, мотивировали тем, что надо это определять, тем, что при наличии антител на любом птицехозяйстве из этой страны запрещен экспорт продукции. Я тогда и говорил, очень уж для России был нужен этот экспорт, тем более его не было. Мы тогда еще импортировали куриную продукцию. И на сегодня, на самом деле, даже на сегодня, мы стали уже обеспечивать население своей продукцией птицеводческой и яйцом и мясом, но и экспорта особенного пока в России нет. Кроме этого, я считаю, что в угрожаемых хозяйствах, там, где рядом птицехозяйство и рядом есть пункт эпизотический очаг, вакцинировать птицу имело показания, поскольку хотя бы потому, что это инактивированная вакцина и никакой опасности нет. А, кстати, в то же время у нас было в Амурской области, извините, через реку Амур, китайцы в открытом доступе продают на рынке живую птицу, и там был птичий гриб. А у нас там, это река меньше, чем наша Нева, через 100-200 метров наши же птицефабрики перелететь вирусу не составляло никакого труда. Я считаю, в такой близости вакцинировать по границе инактивированные вакцины надо было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok